доброго времени суток моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем доброго времени суток вы у меня на мансандр очки идемте спустимся да мы на дачу я вот насобирала тут орехов кстати орехи это незаменимый продукт для тех у кого давление скачет и несмотря на то что все-таки начало ноября посмотрите какое солнышко у нас как у нас тепло я хожу просто в кофточке такой хотя мне жарко мне и посмотрите как у меня все зелено это у меня на даче вы в гостях видите весь инвентарь стоит потому что работаю покажу вам потом результат своей работы и дозревает мой зимний виноград посмотрите какой он красивый это знаете это сорт винограда зимнего вот нам объяснил француз бернард который ко мне сюда приезжал на дачу он мне объяснил что это такой сорт есть специальная вина делают из зимнего сорта винограда который прямо вот доспевает ноября это сам один из самых дорогих сортов вина сортов но дорогие мои я не делаю вино я делаю винный уксус вино меня не интересует потому что я думаю что есть профессионалы любящие свое дело которые делают бесподобные вина это например мне нравится херсонские вина и белозерский завод есть шикарнейший у них тут целые плантации виноградники и мне нравится одесский виноград там тоже у них такие плантации красивые а видеопольский район вот это да это действительно вина там профессионалы а мы что любители поэтому я даже не собираюсь делать никакие вина кстати меня спрашивали а как вы делаете вина или нет 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 и до последние уже листочки опадают и все дорогие мои и все и тут у меня можжевельник буду сажать это спасибо моей соседушки в городе спасибо лорочке она мне передала это замечательный можжевельник который я давно хотела у меня такого плана есть но вот не такой сорт такой да не такой вот сейчас я вам покажу кстати привела в порядок бассейн прудик такой дачным наш прудик а сынок уже приедет сын он уже от реставрирует как каждый год я раньше реставрировала так теперь он должен реставрировать замазывать где какие трещинки и снова краску яхтиную яхтиную мы яхтиной краской красим и все нормально так значит смотрите тут что у нас тут у меня тоже как и на море так же как и в доме у меня так и на даче у меня растет конечно же мой любимый кактус опунция замечательные плоды вкуснейшие я расскажу что я из них делаю я полностью поменяла весь свой ландшафт на даче полностью все другое раньше вы помните у меня был стиль английского сада теперь все теперь чисто это место где такие вечно зеленые кустарники естественно деревья остались муж их периодически поливает но за цветами нужно следить а кроме меня никто не следил за цветами и цветы я в мне пришлось все перевести и розы и цветы все перевезла на море нет ничего не уничтожено конечно какие-то такие супер нежные они погибли а тут я вот хосточку и вот я хотела показать какой можжевельник у меня тут то есть такой такой да не такой вот другой можжевельничек вот тут у меня растет и еще один можжевельник у меня вот тут растет это еще екатерина яковлевна мне давала кстати приглашаю ее на лето к себе сюда на дачу может быть она приедет вот это ее можжевельник он тоже немножко другой вот у меня будет три вида а вернее четыре вот еще у меня большой можжевельник такой высокий но это можжевеловый это не ель не елка хоть он такой и высокий большой но это можжевельник это мне леночка тоже подарила приятельница подачи моя наверно на мне еще лет семь ну лет шесть назад точно нам не его подарила вот таким маленьким вот как я вот этот посадила маленький маленький и вот из этого маленького благодаря моим усилиям вырос замечательный можжевельник и вот тут вот тоже поприводила в порядок санталина у меня видите здесь вот санталина голубая вот это она молодец держится хотя ее особо не поливают и санталина зеленая здесь было больше конечно здесь у меня еще шалфей растет но с шалфей и здесь вот смотрите шалфей он уже ушел под это он молодец он выдержал практически без полива я его подрезала так же как и на море у меня растет здесь на даче шалфей вот он у меня это такой самый стойкий лечебный шалфей и у меня несколько кустов поскольку ноябрь то он уже отходит и на следующий год мы с ним увидимся вот ну а санталинка она конечно продолжает своей зеленью меня радовать она просто меня радует я ее постригла она такая благодарна говорит спасибо но я ей не обещаю много воде на следующий год и вообще не обещаю много воде поэтому я думаю что вы заметили я везде и везде сажаю растения не требующие полива вот сейчас кстати была на прогулке пробежки кто знает я бегаю гуляю прогуливаюсь по лесу поскольку нету дождей нет и грибов но меня это не останавливает для меня сам вот запах хвои сам вот этот вот кислород понятно что у меня здесь не меньше кислорода поскольку через дорогу лес но там находясь прямо среди сосен и когда ты бежишь и никого это совсем другое никакого у вас не будет никогда ни а не менее ни рук ни ног там не написали и пишут что очень часто как бы не имеют руки ноги знакомо ли вам это мне кажется всем знакомо редко кому не знакомо кратковременное жжение покалывание верхних нижних конечностей связанное с онемением это происходит когда сдавливаются нервные окончания и сосуды и восстановить чувствительность можно если вы например если вы спали изменить положение тела может быть вы ведете такой образ жизни что мало двигаетесь вот я вам посоветую я всегда всем своим пока ноги передвигаются пока вы еще можете шевелиться руки в ноги и вперед и вперед если рядом какой-то парк в парк не надо там первую скамеечку садиться ходите ходите не менее тысячи шагов в день делайте ну вы скажете я по дому делаю тысячи шагов по дому это не то по дому это совсем не то вы не делаете фильтр легких вообще даже лучше садитесь на автобус выезжайте на море не обязательно с ночевкой приезжайте утром в 6 утра даже в 7 утра ко мне я вас проведу по набережной попьем чаек вечером уедете фильтр легких сделайте нет значит здесь хвойный лес пожалуйста приезжайте здесь вот где дача подышать воздухом здесь йодовое озеро а вот кстати видите у меня сливки опадают у горка до сих пор вот она у меня у горка в этом году столько ее было а я на море была и она такая молодец так она активно плодоносилась в этом году поэтому она заслужила похвалы мы еще успели приехать набрать почти ящик поесть и еще осталось вот еще осталось вот та которая висит она прямо как конфеты просто как конфеты и вот видите у меня вид с дачи сразу на озеро вот я выхожу с дачи вот собираю здесь замечательнейший барбарис я про него рассказывала зачем он мне нужен зачем я его выращиваю тоже рассказывала вот и дальше все выхожу за участок а там уже и озеро вот так вот если не имеют руки вы говорите часто ноги конечно к врачу сначала к врачу это я всегда говорю найдите хорошего доктора ну а вообще руки могут не меть если у человека наблюдается нарушение позвонков шейного отдела делайте массаж если защемлены нервные окончания опять таки от того что вы мало проводите времени в движении на улице на свежем воздухе в движении может быть плохая координация да сильные боли в голове головокружения вот вы там пишите у меня головокружение из-за этого кислорода не хватает и для профилактики остеохондроза надо конечно же контролировать осанку я вот раньше тоже как-то больше сутулилась сейчас уже все наоборот выпрямляюсь когда мы молоденькие мы сутулимся когда мы уже переходим 50 идем туда полвека позади вся жизнь впереди то что я называю то мы тогда наоборот должны плечики распрямлять тянуться вверх и это замечательно вот такой вот как бы синдром туннельный синдром его называют это характерен для тех кто занят ручным постоянным монотонным трудом и хобби вот вышивка вы написали что вы любите вышивать я тоже люблю вышивать но я сменяю сменяю меняем свое хобби и не забываем каждый день заниматься спортом если не отходя от компьютера постоянно вот лучше всего я всегда говорю такие слушать передачи как радио вот как я транслирую что тут смотреть смотрим вот на красоту а слушаем полезные для жизни вещи и делаем в это время физические дела движения потому что когда вы одно и то же что-то делаете одно и то же одно и то же это приводит к отечности сухожилий не то что вы сидите а вот то что одно и то же есть такой знаете нерв узкого канала и вот этот нерв узкого канала он начинает сдавливаться из-за этого по утрам часто возникает вот это как вы написали покалывание в руках если запустите вот это заболевание могут даже атрофироваться мышцы пальца для обследования нужно конечно к неврологу вот есть такой доктор невролог вот именно этот доктор вам поможет даже не столько семейный сколько невролог посмотрите какие у меня большие орехи грецкие сейчас собираю орехи посмотрите вот это сорт дерева у меня который дает вот такие орехи на всю ладонь именно одно у меня такое здесь дерево но очень очень больное в том плане что вот несколько орешков дает вот таких хороших все остальные чахленькие и вот я их собираю тоже для сосудов отличное дело еще есть такой рассеянный склероз знаете еще есть тромбоз вен вот это тоже я читала что тромбоз вен он тоже может стать причиной а не менее конечностей а вы просто записываете вот эти все названия чтобы быть подготовленным когда вы доктору придете вы скажете давайте проверим меня на вот это на вот это на вот это и я объясню вот простым простым языком вот у потока крови появляется препятствие в виде тромба вот почему я говорю что нам нужно разжижать кровь что нам вот такое питание лучше чем картофель чем жирная пища свинину категорически нельзя все думают да ну что вот любая болезнь даже то что вы написали мне что у вас онемение опять может быть даже тромбоз из-за недостатка полезных веществ полезных вы в себя вкидываете мусор в виде картошки жареной в виде свинины в виде жареных котлет мусор вы в себя вкидываете своих родных и близких а потом вот вот это потом такой результат и кстати при тромбозе бывают отеки а иногда даже может образоваться гангрена и вот такую болезнь надо диагностировать поэтому когда приход почему я делаю вот такие программки что когда вы приходите к доктору вы подготовлены вы говорите проверьте меня на тромбоз на остеохондроз на рассеянный склероз проверьте меня пожалуйста спросите а нет ли у вас невралгии плечевого сплетения воспаления в организме в течение длительного периода и вот как следствие таких заболеваний может появиться а не менее справиться могут только квалифицированные специалисты но если вы уже натолкнете человека на мысль что вот это вот это во первых вас и обмануть тогда не сможет не сможет вам прописать то что вам не нужно так вот у меня тут еще орешек я же собираю собираю дорогие мои хожу собираю вот мне стекло здесь убрать надо так вот такие о все смотрите два ореха это ладонь занимают ладонь так еще и анемия сахарный диабет нередко тоже вызывают нарушение кровообращения а следовательно что анемение а чтобы не было сахарного диабета вот только вчера не то что спорила а убеждала человека употреблять в пищу и делала перечень нет вы знаете нет не слышат смеются это я вам делаю такую цветотерапию осеннюю когда вы смотрите и вы уже лечитесь даже вот зрительная терапия называется она тоже настолько полезна кстати инсульт еще забыла сказать инсульт тоже опаснейшая причина на анемение рук и ног там шум в голове спутанность сознания потеря чувствительности даже двоение в глазах спутанная речь вот это признаки при которых нужно незамедлительно вызывать скорую помощь незамедлительно запомните запомните запишите то что я сейчас сказала вот так вот так что дорогие сегодня мы поговорили именно на эту тему а не менее а не менее тема большая но все что я знала я вам рассказала я не врач это лишь мое хобби хобби дорогие мои фитотерапия космецевтика физиология это мое хобби дерматология это то что чем я проникаюсь растворяюсь изучаю очень очень тщательно ремочка приболела похудела на солнышке греется но она уже старенькая и у нее очень нехорошая болезнь я ее кормлю буквально с рук буквально с рук ну все здоровья любви благословения вам пока пока мое хобби мое хобби